МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в Барнауле открыли отремонтированный участок дороги на пересечении улиц Панфиловцев и 50 лет СССР. Работы провели в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Предварительно, в Барнауле спросили, какая дорога в городе самая убитая и требующая ремонта, и победителем стала Панфиловцев. Общая площадь работ составляет 11 тысяч квадратных метров. Дорогу сначала отфрезеровали, затем нанесли выравнивающий слой в верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров. Алтай-Дорстрой приступил к ремонту полтора месяца назад. В рамках приоритетной программы ремонта дорог в этом году в Барнауле будет сделано 27 участков городских улиц. В вечернем выпуске новостей смотрите репортаж об открытии. Выпускники края сегодня сдают ЕГЭ по иностранным языкам. Этот предмет не самый популярный, его выбрали около 800 человек, при этом почти 90% школьников – английский язык. Испытания состоят из двух частей. Сегодня выпускникам предстоит устно отвечать на вопросы. Заданий всего четыре. Прочитать отрывок текста, ответить на вопросы, описать одну из трех предложенных картинок и сравнить две фотографии, объединенные одной темой. Всего в регионе сегодня открылось 10 пунктов проведения ЕГЭ. Они расположены только в городах. Выпускники сельских районов практически не сдают иностранные языки. Письменная часть экзамена состоится 18 июня. Жительница Барнаула утверждает, что воспитатель частного детского сада жестоко обходилась с трехлетним малышом. Мама обратилась с заявлением в следственное управление края. Проводится доследственная проверка. Женщина утверждает, что к ребенку со стороны воспитателя применялась физическая сила, а в качестве наказания педагог закрывала мальчика в темном помещении. В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также проверить в действиях работника детского сада наличие признаков жестокого обращения с ребенком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Because of the Beatles. Музыкальный фестиваль, посвященный Ливерпульской четверке, состоится ровно через месяц на Бирюзовой Катуни. Организаторы рассказали, какие коллективы будут выступать на площадке, что станет изюминкой фестиваля. Сергей Лазорин и Игорь Наумов – известные барнаульские музыканты. На фестивале они выступят дуэтом. Поклонники Ливерпульской четверки вновь соберутся на одной площадке, чтобы исполнить песни «Битлз». Этим летом на фестиваль приедут коллективы из Новосибирска, Горно-Алтайска, Омска, Барнаула и Ростова-на-Дону. Музыкальный фестиваль Because of the Beatles включен в национальный календарь событий. Хотя пять лет назад все начиналось с небольшого концерта. Идея возникла в 2014 году, когда был открыт памятник Джону Леннону на Бирюсовой катуге, известный скульптор Владимир Вальчишин. Изюминкой фестиваля станет выступление симфонического оркестра краевой филармонии. Музыканты исполняют суету из 12 песен «Битлз». Присоединится к концерту и бийский духовой оркестр. Напомним, пятый по счету фестиваль Because of the Beatles состоится 7 июля. На Бирюсовой катуне вход свободный. В лесной сказке пушистое пополнение. У песцов Изабеллы и Чернослива появилось потомство. Девять прекрасных щенят теперь могут увидеть все посетители. Наша съемочная группа умилилась в числе первых. Чернослив явно нервничает из-за непрошенных гостей в вольере. В апреле он стал счастливым отцом 11 детей. Многодетно семья песцов принято, что самец принимает активное участие в воспитании щенят. Охраняет территорию, ищет еду. Красавцы с дымчато-бурым и коричневым окрасом пока не могут за себя постоять, доверяют теплым рукам человека и неуклюже ползают. Мы переселили их в более просторный вольер, где дети могут позубавиться, поразмяться. Именно здесь они могут прогуляться, разбежаться и за мамой побегать. Папу маму будет вставать тоже. Как-то любят маленькие дети. За шнурок меня тащат. Этой весной большую семью зоопарка также пополнила Капибара. Этот зверек, говорят зоологи, похож на флегматичного любопытного паренька. Он лишен ярких черт во внешности, зато очаровывает всех посетителей. А для тех, кто хочет увидеть месячных песцов своими глазами, надо поторопиться, пока малышей не раздали по обмену в другие города. Зоологи говорят, что песцы уже окрепли и готовы выйти света. Это значит, что совсем скоро Изабелла и Чернослив отпустят своих детей в ближайшие зоопарки. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. День мороженого празднуют сегодня в Барнаульской библиотеке номер 18. Несмотря на жару, в гости сюда придут Снежная королева и Дед Мороз. Ребята смогут нарисовать мороженое своей мечты, рассказать, из чего оно сделано. А библиотекари познакомят гостей с историей появления любимого летнего лакомства и о необычных вкусах, например, из огурцов или картошки. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Самое быстрое похудение – Турбо Слим Экспресс. Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. Турбо Слим Экспресс от компании «Эвалар». В крае переменная облачность. В отдельных районах днем возможен дождь. Ветер юго-восточный умеренный. В Камненобе около 20 градусов. В Белокурихе – 26. В Бийске, Заринске и Изминогорске – 28-30. Возможны дожди. В Барнауле к концу дня возможен дождь. Днем до 30 градусов тепла. Это все новости к этому часу. До встречи.